Кто должен защищать Родину? Люди, которые делают это по зову сердца. Поэтому в армии Донецкой Народной Республики наравне с мужчинами достойно несут службу женщины, которые не смогли остаться в стороне от происходящих событий. Каждая из них – яркая личность с характером и своей историей. Меня можно назвать Гайка, там будет достаточно. Почему такое интересное позывное, я правильно понимаю? Ну, потому что два моих товарища – это Чип и Дейл, я следователь на Гайках, с ними третья. Вот так. Отлично. Откуда вы? Из Донецка. Как давно вы боюете в армии ДНР? Пару месяцев. А что сподвигло? Вот это не женское же дело все-таки? Ну, как не женское. Русские женщины всегда воевали. И коня, и збу, и все. Защищаем свой дом, как мужчины. Мы всех должны защищать, и таких мужчин в том числе. Пусть им будет стыдно в таком случае, что женщины защищают и таких мужчин. Тогда отсюда вопрос следующий. А в качестве кого вы служите? Я командир батареи. Как женщине, с какими трудностями вы сталкиваетесь? Это, может быть, какие-то были изначально физические нагрузки? Это, может быть, какие-то бытовые проблемы? Особо трудностей нет. Ну, постоянно в мужском коллективе, для некоторых женщин, это, конечно, для меня все равно, это несколько сложно. У кругового парня. Ну, особо трудностей нет. То есть, в каком бы помещении нам не пришлось жить, все как-то, все проблемы бытовые решаются. То есть, особо трудностей, чтобы там трудно-трудно нет. Как давно вообще склонились к мысли самой Новороссии, к Донецкой Народной Республике? После каких событий подтолкнуло вас именно встать на защиту? Встать на защиту? Ну, если говорить откровенно, то когда я стала это просто видеть, когда это все смотришь по телевидению, что там Славянск, это все, конечно, сопереживаешь, но как каждому человеку кажется, что это где-то далеко, это не возле тебя. Когда это стало происходить в нашем городе, то тогда, наверное, многие именно это сподвигло, когда ты видишь своими глазами, что происходит, как убивают детей, грабят дома, это, конечно, каждый тогда станет на защиту своих домов, свою родину. Много ли девушек вообще находятся в армии ДНР, вот именно непосредственно в оплоте? Ну, есть, нет, немного, но, тем не менее, они есть. Берегут ли вас мужчины? Берегут, берегут, конечно. Может быть, у вас есть пожелания, которые бы вы хотели сказать? Возможно, это призыв, адресованный тем людям, которые еще находятся как-то на перепуте, и не знают, стоит ли им идти куда-то, с какими трудностями не могут столкнуться, и чего не стоит бояться? С трудностями. Если человек неслуживый, то некоторым все-таки это какой-то режим, какой-то должен быть устав. То есть, если человек не был в армии, некоторым приходится сложно понимать все это, принимать, потому что если человек жил мирной жизнью, вот, я, конечно, если человек хочет, сомневается, то пусть идет. Если человек там сомневается и не хочет, кто-то его подталкивает, то лучше не надо, лучше пусть идти дома, заниматься им делом, потому что кто-то должен из тыла поддерживать, не должны все идти однозначно. Как вы, как женщина, стала командой? Ну, можно сказать, я попала туда, если так можно выразиться, по распределению. То есть, у меня была возможность уйти потом, если бы мне не подошел какой-то в другое место, но мне это понравилось, меня заинтересовало, это получается. Вы именно пришли сразу в оплот или после челюсти? Сразу в оплот. Сразу в оплот. А почему именно в оплот? С одной стороны, так совпало, но с другой стороны, думала непосредственно об оплоте, потому что здесь казарма. Это уже наводит мысль о том, что это не Шалтай-Балтай, который пришел, там, ночь где-то постоял, ушел домой. А уже наводит мысль на том, что это более регулярная, как постоянная армия, то есть, более как в каком-то официозе. Какие были впечатления? Не было ли такого, Боже, куда я попала? Не, Боже, куда я попала, слава Богу, не было. Ну, конечно, большие переживания. Мы, как женщины, собственно, всегда переживательны более, чем мужчины. Эмоциональны. Да, более эмоциональны. Конечно, ответственность очень большая. Естественно, переживания большие тут. Ну и, наверное, выдох, потом в конце, чтобы все прошло благополучно. Нельзя сказать, что быть солдатом – дело мужское. Именно женщинам более свойственная усидчивость и скрупулезность, важные качества для армии. И все чаще у войны женское лицо. Оксана Волчонок, Давид Худжет. Специально для Новороссия ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова